Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Ольга Скрябина, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ имени Есенина. Ольга Алексеевна, здравствуйте! Добрый день! Ну и, конечно же, поговорим мы с вами сегодня про великий и могучий русский язык. Безусловно, проблема очень актуальная, потому что язык – это то, что объединяет нацию, народ, то, что передает память, генетическую память. То это проблема сохранения языка и обучения родному языку, соотечественников в первую очередь, потому что в настоящее время больше внимания уделяется методике преподавания русского языка как иностранного. Я считаю, что нельзя никогда забывать о том, как учить родному языку соотечественников. Здесь есть большая, богатая традиция отечественной методической школы, на которую можно опираться, и для того, чтобы современного школьника обучить родному языку. Ну, вопрос, актуальна ли сейчас проблема безграмотности нашего населения, наших людей, ну, это вообще, в общем-то, не вопрос. А вот насколько, как вы считаете, эта проблема актуальна? Безусловно, проблема актуальна, несмотря на то, что написано большое количество работ, издано большое количество методических пособий, учебных пособий для учащихся. Но современный школьник, к сожалению, выходящий из школы, недостаточно грамотен. Даже, можно сказать, точнее, безграмотен. Поэтому проблема грамотности – одна из актуальных проблем нашего времени. Особенно она актуальна для заключительного этапа обучения русскому языку в школе. Речь идёт о старших классах, где своя особая система должна быть преподавания русского языка, и, в частности, обучение грамотности. Это, в сущности, тема моих многолетних исследований, обобщение моего практического опыта, и то, чем я занимаюсь на протяжении очень долгих лет. Ну, а как вы считаете, у нас просто плохо учат в школах или просто детям, а потом подрастающим детям, взрослым, в конце концов, это не нужно становится? Нет, это нужно всегда всем. Исконно в России грамотный человек был самым уважаемым в любой глухой деревне. Тем более сейчас, в 21 веке. Грамотность не только в его утилитарном значении, то есть умение читать, умение грамотно писать, транслировать свои мысли, свое чувство в письменных текстах. Это одна из актуальных проблем нашего времени. Вопрос о причинах безграмотности детей заключается не столько, может быть, в том, что плохо поставлена методика преподавания грамотности в школе. Это большой системный вопрос. И прежде всего речь идет о социально-культурных условиях, об особенностях современного школьника, о тех условиях, в которых он воспитывается. Можно начать даже от рождения ребенка. Потому что, допустим, если мы вспомним аксиомы психологии, что личность формируется в социуме, в обществе, то человек с языком, или, как сейчас говорят, языковая личность, формируется в языковой или речевой среде. То есть в том, какую речь слышит ребенок, он ее впитывает. Бессознательно, стихийно. Это аксиомы психологии, психолингвистики. К сожалению, речевая среда, языковая среда, в которой формируется ребенок, начиная, может быть, с первых дней своей жизни и заканчивая, так сказать, процессом обучения в школе, не способствует тому, чтобы личность была яркой, выходила грамотной, чтобы этот ребенок владел в совершенстве родным языком. Во-первых, действительно, культурный контекст, в котором происходит формирование школьника, в целом, это первое. Второе. Большой удар, конечно, по образованию российскому, с моей точки зрения, был нанесен введением ЕГЭ. Потому что грамотность проверяется довольно, на мой взгляд, недостаточно хорошо. Почему я так считаю? Потому что грамотный человек – это который умеет говорить, вот как вы говорите, ведущий журналист. Грамотный человек умеет создавать собственные тексты, любого характера, любого типа. Значит, когда он создает собственные тексты и строит свою устную речь, он же не занимается вставлением букв, вставлением знаков пропинания. Что, собственно, в ЕГЭ. Да, что больше всего проверяется в ЕГЭ. А исконная грамотность, она нужна человеку для собственного текста. Если мы говорим о грамотности в письменном тексте, то речь идёт действительно о правописании в широком смысле, об орфографии и пунктуации. И вот здесь мы не вставляем буквы, мы не ищем орфограммы, пунктограммы, мы не расставляем знаки пропинания на определённые правила. Мы используем систему наших умений, многокомпонентных назовём так их, для того, чтобы создать собственный текст. Вот свобода и истинная грамотность, она проверяется в условиях так называемого свободного письма, то есть тогда, когда ученик создаёт текст. Что же сейчас? Сейчас учителя сориентированы на то, чтобы ученики получили высокий балл по русскому языку. А вот грамотность при написании сочинения рассуждения оценивается очень незначительным количеством баллов, где-то 2-3 балла. И я слышала от учителей такое мнение. Мы, поскольку грамотность тут незначительная, количество баллов даётся, значит, мы работаем над тем, чтобы как можно выше был балл. А это вот как раз умение вставлять и расставлять буквы, и знаки пропинания, понимаете? И вот это, я считаю, очень неверно, потому что уходит умение писать сочинения. Но опять же, нужно, наверное, чтобы у школьников было какое-то желание самим читать. Опять же, читать не только то, что им задают, но и то, что интересно. Но это то же самое, да? Когда человек слышит речь правильную, он учится правильно говорить. Когда мы видим правильно написанные слова, мы запоминаем, как они правильно пишутся. То есть дело в том, что дети меньше читать, стали желание такого меньше стало. Да, мотивация к чтению – одна из актуальных проблем, связанных с развитием этого вида речевой деятельности школьников. Но уроки русского языка – эту проблему тоже можно решить. Как? Через текст. То есть учитель в дидактическом материале должен использовать отрывки из текстов, которые демонстрируют эталоны, во-первых, речевые и языковые. Во-вторых, какие-то познавательные тексты должны быть. Причём тексты такие, которые должны соответствовать именно возрастным интересам учащихся. Зацепить их чем-то эмоционально, настроить на восприятие этого текста. И вот тот кусочек, тот отрывок, который может быть использован учителем на уроке русского языка в учебных целях, он может быть стимулом для того, чтобы ученик нашёл эту книгу и прочитал её до конца, с начала и до конца. Вот я вижу... Ну, здесь, конечно, много проблем. Проблемы тоже носят комплексный характер. Но во всяком случае, вот через текст, поскольку ученики мало читают, значит, и вообще это продуктивный путь обучения грамотности и развитию речи. Ольга Алексеевна, и вот в итоге всё-таки что делать нужно, как нам сохранить наш русский язык, как нам быть... Великую русскую речь, великое русское слово. От смерти спасём и внукам дадим. Помните Ахматовское выражение? Это, конечно, большая проблема, я бы сказала, государственной значимости. И хорошо, что сейчас мы много говорим о том, как профессионально подготовить учителя. Вот в этом смысле я могу сказать о нашем университете, о том, что эта проблема решается действительно системно. Во-первых, у нас существует направление педагогического образования. Мы готовим учителей русского языка и литературы для школы. Во-вторых, у нас есть система до вузовского и после вузовского образования. Вот это. Наши лучшие преподаватели, доценты, профессора работают вот в этой системе непрерывного образования и готовят и учеников, и занимаются профессиональной подготовкой и обучением учителей русского языка. В прошлом году, вот год назад, мы создали методическую площадку под названием «Инициатива». На общественных началах я явилась инициатором этой идеи, считаю ее очень продуктивной, и опыт показывает, что это дело хорошее. Значит, методическая площадка представляет собой некое содружество учителей и преподавателей вуза. Потому что ни для кого не секрет, что мы существуем в определенной степени параллельно. У нас нет таких вот тесных и прочных связей для того, чтобы обмениваться опытом. Значит, тут в рамках этой методической площадки ставятся какие-то ключевые проблемы, очень важные для современного урока, для современной школы. Мы приглашаем ведущих специалистов из нашей страны, из ведущих вузов, из Москвы, ведущих профессоров, учителей Года России. Я очень благодарна нашему ректорату, потому что они поддерживают вот эту идею связи вуза и учителей Рязани и Рязанской области. Вот здесь мы, может быть, решаем то, что невозможно решить в каких-то других формах. И получаем благодарность от учителей. Мы сами очень увлеклись этим всем. И я должна поблагодарить ректора Зимина Алексея Александровича, Соколова Дениса Владимировича, проректора по непрерывному образованию, нашего декана Алексеева Кирилла Васильевича, наших преподавателей, в том числе Южакова Юлия Александровна, потому что это те люди, которые заинтересованы в том, чтобы учитель рос профессионально. Спасибо вам, Ольга Алексеевна, огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Ольга Скрябина, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ имени Есенина. Это программа «Городские встречи». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова